В нынешние времена гламура, вот все такое подлинное и настоящее, оно теряется. Оно оказывается невостребованным. Вы олицетворяете подлинность. Спасибо. Как вам кажется, я прав? Ну, спасибо. Спасибо могу только сказать. Я не уверена ни в чем, но тем не менее. Тем более, что я хочу делать работу по житию к синие вложение. Ни больше, ни меньше. Представляете, получится, не получится, я не знаю. Но кроме этого, я ничего не знаю. Что только возможно реабилитировать невероятных наших святых. И в то же время чувствовать себя неуспокойным. Попытаться, но если получится, будет, дай Бог. Вот это я собираюсь сейчас сделать. Это не роль Ксении Блаженной никогда бы не восприняла никого. Она же уникальная, единственная. Я думала о своей дочери. Ну, посмотрим. Посмотрим. Слышные чудеса. Конечно, она являлась, она говорила, она пророчествовала, она была в начале, как-то, если вы знаете, она очень любила своего мужа. И он внезапно умер. И так далее, и так далее. Но вот эта вот Ксения Петербургская, это, конечно, я была там в часовне, обошла все, около этого покрытия мрамы была. Ты уже постояла на коленях и умолилась. Ну, ее история совершенно невероятная. Поэтому я надеюсь очень сделать, может быть, телевизионный какой-то вариант с этими ее историями. Это времена странные. Я же к Сергею Михайловичу Мирону уходила, чтобы, про Ксению Блаженную, чтобы его это не могли. Но деньги нужны, деньги нужны. Я не стала настаивать, понимаете. То есть сначала вот так поговорили, и вроде бы, ну, как бы, ну, ничего вроде. Вроде я понимаю, что у меня денег или там что-то. Надо к нему пойти, я пойду к Сергею Михайловичу. Ну, вы уже были у него. Была. И еще раз пойдете. Нет, я пойду обязательно. Но это было давно, когда я пришла. Ну, вот, просила. Потому что без денег ничего нельзя сделать вообще. Ну, что ты сделаешь? У меня была студия Завадского. А этот человек совершенно гениальный. Такого больше не было. И поэтому мы там были как будто в раю. Вот то, что там студия. Не так долго это было все и так далее. И жить было негде и так далее. Но вот потом сразу начались мои съемки. Там-то, там-то и там-то. И у меня, ну, пошло все само собой. Понимаете? Вот. А детятки мои тоже, в общем, Анечка моя и Сашенька. Они больше мечутся. Как бы что делать, как лучше сделать. Но они тоже все. Анечка у меня сыграла. Нина Заречный. А Сашка был треплен. Ага. Не такой пленки, не такой пленки, ничего, да? Но тем не менее, в общем, мы как бы это сделали. Вот. И сейчас я буду думать, что делать себе дальше. Я говорю, вот мой сын, да? Анечка у меня. Вот она больше ездит там все такое. Но она сама тоже очень довольна. Вот мы в Болгарию поедем, расслабимся там у моря. Немножко придем в себя. Дай бог. Понимаете? Тогда, может быть, немножко оживимся. Потому что вообще ничего не понятно все-таки, что происходит. Вот. Но тем не менее, Анна моя, полуболгарская дочь от Самы Хашинова, незаимительная была актера в Болгарии. Получилась вот такая вот Анечка моя, да? Мой Сашка тоже, как-то, понимаете, кто между небом и землей, понимаете? Я думаю даже, что если я вот уеду, как я хотела, то пусть он сам немножко... А потом с другой стороны. Молодый. Он 81-го года. Вот Сашка, он как не это самое, он все-таки, ну, как бы режиссор. Сашка тоже его какое-то призвание. Вот он делал свой этот фильм, да? Но не докончил их за день. Но он так закрылся как-то, знаешь, как врачок. Закрылся его. Я переживаю безумно, я уеду в Болгарии, чтобы он пришел в себя. Понимаете? Чтобы он как-то, ну, понял сам, чего он хочет, как это он будет делать, это свой майонез. Вот. И причем мы делали же чайку. И Сашка попросила, чтобы я взял потом друзей двух. Один философ, парень очень хороший. И другой. Они были какие-то такие рабочие там у меня в чайке, да? Хорошие ребята и так далее. Вот Сашка с ними все время вместе. Это в этом все. Вот. Посмотрим. Мне надо как-то остраниться. Самой уехать после той самой Болгарии. И пусть он что-нибудь сам решает. Скажите, пожалуйста, а для актрисы вашего уровня сегодня есть репертуар? Да нет, это можно. Это всегда можно на нашей сцене. Вот, может быть, я про Ксению Блажену на сцене-то и сделаю. Это, правда, очень рискованно. А вот, это может не получиться, ну, как всегда. Вот, и поэтому там есть с кем работать, с ребятами очень хорошие. У нас очень хорошие актеры в нашем театре. Можно попробовать на сцене. Пока нет таких денег, чтобы сделать серьезную, серьезную, телевизионную вот это типа житие. А Ксения? Тележитие такое? А Ксении Блажену сказать как-то по-серьезнее и по-подробнее. Чтобы не вообще, ну, знают некоторые люди, могут взять книжку, и же книжек сколько, Ксении Блажену. Ну, вот, попытаться сделать это, сделать это как бы, ну, так же натурально, как будто жизнь. Скажите, пожалуйста, а вы человек крещеный и воцерковленный? Да, надеюсь. Только вы знаете, на самом деле, сейчас меньше я стала ходить. А почему? Не знаю. Не знаю, понимаете. Потому что уехал наш артист Арсений, священник, и ходил туда, ходила. Попробую, вот вы ведь сказали, я попробую еще раз остановиться, хотя нет моего священника, которым я напомню. А раньше вы чаще ходили в церковь? Ну, особенно часто, не могу попасть в церковь. Ходила в церковь. Церковь есть недалеко. Изумительно, вообще хорошая церковь. Я приходила даже туда, когда там никого нет. Ну, вот, испокон веку церковь осуждала лицедейство. Лицедейство? Да. Ничего. Таксилию враженную никто возражать не будет. А мне сейчас не волнует, знаете, роли там всякие, что-то я хочу сделать особенное. Вот тут я хочу сделать что-то особенное для Бога. Поэтому, дай Богу, в церковь пойдет, конечно. Вы читаете Евангелие, наверное, да? Евангелие читаю. А что оно? У меня Евангелие замечательное. Большое такое Евангелие, чудесное. Старинное? Ну, не такое старинное, но просто вот большое. А что оно для вас значит? Ну, я читаю, я беру его в Евангелие, когда мне нужно, когда я хочу что-то спросить. И обязательно получаю это. Учение Иисуса Христа, оно ультрапарадоксально. И вот это... Почему парадоксально? Это парадоксальная церковь сделала ортодоксальна. Ну, эта церковь, ну, нет, мне нельзя так даже рассуждать, потому что был Иисус Христос. Он все там, что надо было, повернул, все сказал, а потом его распяли. Поэтому, конечно, это рассуждать очень трудно от того, что вроде бы никто против него ничего особенного не имел. А эти вот ортодоксы, да, они все, конечно, все сделали для того, чтобы распять. Распять, распять, распять. Но это какие-то страшные истории, понимаете, такие давнишние. Но ведь это случилось. Значит, когда возникает такое, такое существо, как Иисус Христос, то сразу возникает и нечто противоположное. Понимаете? Вот это надо узнать всегда, спокойными быть и делать свое дело. Знаете, вот я хотел спросить про миссию актера и про миссию театра. Вот как вы ее ощущаете и понимаете? Нет, а как это мне подойдет? Вы очень так говорите вообще-то. Но есть ли у театра миссия какая-то своя? Что значит у театра миссия? Нет. Театр делает свои дела. Делает спектакли. Они все время идут. Народ приходит. Понимаете? Нет никаких дырок. Поэтому, если я принесу на сцену что-то необычное, если уж я, конечно, захотела сделать, ну, это же мой театр. Там был Завадский. Сам. Нас брали в студию, отбирали. Иногда мне смеялись, были, ну и что ты там спела? И так, понимаете? Вот. Но ничего. Тем не менее, значит, все-таки были люди невероятно замечательные. Юрий Саш Завадский, и другие, и там Раднер такая, значит, все замечательно. Они, Раднер, занавеску закрывал, чтобы ржать, понимаете, негромко. От того, как мы там что-то такое делали. Вот. У нас была гениальная студия, у нас было вот учение, это очень хорошее. Всего три года. Вот. А потом мы попали уже в театр. Но тем не менее. Все-таки я и в кино сделала много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова